Что же это за пресловутое болото такое? Сегодня прочитал пару комментариев под видеороликом с дистилляцией домашнего виски. Пишут новички и я решил отснять видео, потому что данный вопрос я не могу оставить без ответа. В общем, комментарии такие. После дистилляции люди и головы и хвосты просто выливают в унитаз. Хвосты вообще не берут, ну а головы выливают в унитаз или отправляют на ректификацию. Именно после дистилляции солода, когда делают домашний вискарик. Я не говорю про всех, я говорю про некоторых новичков. Возникает вот такая тема, что не понимают люди, что такое головы, что такое хвосты при дистилляции. Немного такое путанное понятие получается у новичков. Про ректификацию вроде посмотрели, что-то узнали, верхушек каких-то нахватались и знания о ректификации начинают применять при дистилляции. Хотя это совершенно разные процессы, которые в принципе в некоторых моментах схожи в некоторых моментах, но в своей основе они совершенно разные. И нельзя основываться знаниями о ректификации и применять их конкретно при дистилляции. Нужно иметь знания именно о дистилляции. Там гораздо, гораздо больше нюансов в ректификации, больше математики, в дистилляции, скажем так, больше творчества. Ну, в общем, сейчас обо всем по порядку. Сильно затягивать видеоролик не буду, постараюсь кратенько, так минут на 40. Для желающих посмотреть воочию и узнать, как, что делается, у меня есть видеоролики сняты на канале о дистилляции, конкретно о дистилляции солода. Я ссылочки оставлю в описании. Пожалуйста, пройдите, посмотрите. Там у меня все очень подробно показано, очень подробно рассказано, как отбирать головы, как отбирать тело, как отбирать хвосты, все температурные режимы. Вот, все, все, все это показано. Сегодня поговорим именно о болоте. Что такое болото? Болото это не что иное, как головохвостье. Вот у меня стоят пятилитровые бутылки на столе, у меня скопилось 24 литра болота. Головы и хвосты. Головы при дистилляции на прямотоке, в основном я работаю на прямотоке при дистилляции. Это шлем, конус и лебединая шея. Головы я отбираю в процентном соотношении по абсолютному спирту из нашего залитого вкуп сырца, спирта сырца. Это 20 процентов голов я отбираю, не меньше. Отбирается 20 процентов голов быстро. Естественно, не по капельно, как в ректификации. Мы эти головы отбираем. Таким образом, мы максимально избавляемся от легкокипящих фракций и от переходных. Переходная фракция в таком варианте у нас здесь это изоамил, потому что у нас низко спиртуозная кубовая жидкость и при дистилляции в таком варианте изоамил у нас выступает в роли переходной фракции и вылетает вместе с головами в начале перегона. Конечно, избавиться от него на 100 процентов невозможно, это понятно всем, но по максималке вот таким образом мы избавляемся. Вот. Головы в таком варианте 20 процентов это довольно таки много и в них получается, кроме всяких вредных веществ, ненужных нам компонентов, также много и всякой вкуса, ароматики и спирта. Далее, после того, как мы голову отобрали, мы начинаем отбирать ароматное наше тело, именно ароматное тело. Я сейчас рассказываю именно про ячменный солод. Вот. Тут тоже много нюансов, сегодня конкретно углубляться в это не будем. До какой спиртуозности в струе отбирать тело? Тут зависит в принципе от того, для чего вы будете далее использовать свой дистиллят. Для питья в белую, для постановки на какие-нибудь бруски дубовые или щепу, для выдержки в бочке, в какой бочке, в бочке какого объема, где будете выдерживать, при каких условиях и температуре. Все это влияет на то, до какой спиртуозности отбирать дистиллят. Скажем так, для маленьких бочек и для выдержки на палочках и на щепе нам дистиллят нужен в принципе максимально чистый, менее хвостатый, менее сивушный. Вот. Поэтому можно отобрать его там до 75 в струе, все остальное отправить хвосты. Или как допустим делаю я, я отбираю там до 65 в струе, все остальное отправляю хвосты и я этот дистиллят, который получаю, перегоняю еще третий раз. Но об этом не сегодня. Итак, к примеру, головы мы отобрали. Далее отбираем ароматное тело. Отбираем до 75 в струе. Дальше будем выдерживать его на дубовых палочках, которые вымочены, к примеру, в хересе. Отобрали до 75 в струе. Используем попугай. Это удобно. Отобрали. Приемную емкость убираем. У нас идет еще высокоспиртуозная жидкость, дистиллят и довольно таки ароматный. Ставим другую емкость. Добавляем немного мощности нагрева и отбираем хвосты. Ну, в принципе, процентов до 5 в струе можно отбирать хвосты. Далее смешиваем, когда отобрали, далее смешиваем головы и хвосты в одну тару. В общем, головы и хвосты у нас в одной таре. Получается, что если мы не головы, если мы, допустим, не головы, не хвосты не будем собирать, а будем их утилизировать, у нас получатся огромнейшие, просто невероятные потери. Смотрите, когда мы сделали один перегон, ну это маленький какой-нибудь небольшой перегон, да, к примеру, там затерли килограмм 12-13 солода по красной схеме и в итоге получили там 4,5-5 литров дистиллята из этого и от головы и хвосты. Ну, это мало, правильно, это нам не надо. А если мы это делаем периодически, то у нас будут большие потери. Вот, к примеру, я там сделал вот таких вот небольших заторов, 7, 8, 9, там 10 заторов, да, и у меня вот скопилось там 24 литра. Это достаточно много. Там очень много спирта и спирта хорошего. Что делаем в этом варианте? Вот это все можно кольцевать, но о кольцевании сегодня речь вести не будем. Как кольцевать, сколько раз можно кольцевать, сегодня не об этом. Сегодня говорим о том, что все вот эти собранные головохвостья мы будем перегонять в хороший продукт, в хороший товарный спирт на ректификационной колонне. Да, и медь здесь использовать в принципе уже не обязательно, потому как мы медь использовали при первом перегоне, при перегоне браги, мы медь использовали при дробном перегоне и вот это получается у нас уже можно сказать будет третий перегон. Здесь в принципе медь использовать не обязательно, можно перегонять на все на чистый нержи. Если у вас есть спинка медная, в принципе пожалуйста перегоняйте на медный, но специально покупать медную там спинку для этого совершенно не нужно. Можно работать так же как и на обычном сахарном сырье с спинкой из нержавейки. Вот один пример лично из моей практики. Есть у меня 35-литровая дубовая бочка, я под нее готовил дистиллят. Дистиллят приготовил, сделал несколько заторов, большие заторы я сразу поставить не могу, сделал несколько заторов, сделал несколько перегонов и получилось у меня дистиллята 25 литров. А бочка 35 литров, не хватает 10 литров. Я эти 25 литров дистиллята залил в бочку и вот теперь вот это болото, вот эти головохвостья я перегоню, сделаю из него хороший спиртик, разбавлю до нужной мне крепости и долью в бочку. Да, так делать можно, плохого в этом ничего не будет. Все будет чудесно и замечательно. У нас будут и минимальные потери и у нас в бочке будет полная бочка замечательного дистиллята, который будет выдерживаться в течение как минимум двух лет. Вот, в принципе, все просто. Нужно минимизировать потери, это раз. Нужно оптимизировать свои расходы и свое время, это два. В общем, если вы делаете мало, там один какой-нибудь солодовый затор в полгода, собирать эти головохвостья, да, смысла особого нет. А если вы делаете периодично, то да, конечно, смысл собирать есть. Об этом много литературы написано, об этом много видео снято. Как это делать, что это довольно-таки правильно, получать спирт и далее доливать в бочку. Можно, если у вас там бочка уже залита и вам этого не надо, то можно эти головохвостья просто перегнать. И это будет у нас, ну, замечательная домашняя, скажем так, водочка уже, которая получена из солода. Уже она там у вас не из сахара, да, а такая замечательная домашняя солодовая водка. Вот. Я знаю многих товарищей, которые перегоняют головохвостья на тарельчатых колоннах. Такой способ тоже имеет место быть. Единственное, какого способа здесь не имеет места быть, это головохвостья не перегоняются методом дистилляции. Это, ну, невозможно сделать, потому что там много гадости. Нам нужна максимальная очистка. Это можно сделать или на рек-колонне, ну, или на тарельчатой колонне. Вот. Так. Если вы хотите приобрести какое-то себе оборудование для этих целей, чтобы работать на зерне, ну, или не обязательно на зерне, можно и на сахаре, много у новичков на сахаре работают. Пожалуйста, я ссылочку оставлю в описании. Магазин МЗБО. Там вы себе можете подобрать любое оборудование на ваш вкус. Вот у меня здесь представлено трехдюймовое оборудование. Вы можете взять себе двухдюймовое, полтора дюймовое. Любые комплектующие, любые детали есть на сайте. Можете взять себе комплект оборудования, а можете собрать сами. Чем хорош сайт МЗБО? Тем, что можно любые комплектующие купить отдельно. Не обязательно покупать комплект. Вы можете купить то, что вам нужно. И собрать свой аппарат по вашим хотелкам. Все ссылочки в описании. Я вам говорю до свидания. До новых встреч. В скорости будет видеоролик о практическом перегоне головохвостьев. Так что не пропустите. Подписывайтесь на канал. Комментируйте видео. Всем пока. До новых встреч.